Продолжение следует... Так, ну это, я так понимаю, из предыдущей серии. Да, на самом деле я ничего не записал, это я просто повторил. Да. В этом эпизоде мы выясним происхождение руки. Эволюция? Не той, которая из жопы растет, а злодейской руки. Под мундированием, мне перевод так нравится опять. О, Лара Крофт. Ага. Я знал, что тебе понравится. Кстати, Лара Крофт, если бы была блондинкой, было бы совсем трушово, не находишь? Ну да. Это энты? Это какие-то ссыкливые энты. Они думают, что мы дровосек. Ммм. Кстати, в Broken Age, который... Квест Тима Шефера, который собрал много-много денег на Kickstarter, есть обратная ситуация. То есть, тут ссыкливые деревья, боящиеся дровосека, а там есть ссыкливый дровосек, который боится деревьев. Плагиат. Да, Тим. Не стыдно? Так, давай сразу же глобальную задачу обрисуй мне. Глобальная задача сейчас подать иск на Тима Шефера, или ты о чем? О том, что происходит на экране. Надо пройти дальше. Так, не, ну мы ищем колеса судьбы, которые вот где-то в этом районе этого острова. Так, а те катящийся камень, скажи, зачем они так сделали? Так надо. Он нам пригодится. Дважды. На его основе будут... О-о-о-о. Тан-тан-тан. Рэйп-алерт! Рэйп-алерт! Не, на самом деле он, видишь, какой джентльмин. Это доспехи? Да, это доспехи. Прям как в цельнометаллическом этом. Мне почему-то Мунти Пайтон вспомнился и Черный Рыцарь. Не знаю почему. Я не смотрел, поэтому не могу прокомментировать твоё высказывание. Я смотрел, поэтому я могу прокомментировать своё высказывание. Но не буду. А сейчас мы разведём костерок. И сожжём к чертям эти деревья. Да, но нет. На самом деле мы просто добудем уголь. А знаешь зачем? Чтобы сделать снеговика. Ну, почему бы нет, да, из угля сделать снеговика? Ну, глаза. Саня, глаза. Ты чё, никогда снеговика не делал, что ли? Ты убил себе внутреннего ребёнка? Нет, мы не использовали для этого уголь. Мы веточки обычно используем. И для снеговика тоже веточки. Не, грязевичков лепили тут, судя по нашей погоде. У зелья транса там можно было приготовить. Да, мы его когда-то уже готовили. Во второй части, по-моему. Мы тогда шутили про транс? Про бритый лобок? Да. Ну, где-то шутили. Где-то шутили. Да, да, у меня даже отдельное... Дорогие зрители, можете зайти в нашу группу ВКонтакте и найти в аудиозаписях замечательный отрывок из второй части «Легенды Кирянди», где мы обсуждаем фильм «Транс». Да, очень цензурный отрывок. Там практически все состоит, по-моему, из ПИП. Это мы сейчас продемонстрируем зелье в действии. Смотри, а, то есть даже так. Йоп. А почему зелье... А, это как? Это зелье снеговика. Ты ни к чему. Ты потарил столько ресурсов. У меня их четыре, так что... Тебя интересует, почему зелье снеговика? То есть то, что мишку Тедди я из флакона достал в прошлый раз, из сосуда, то тебя не волнует, да? Я помню тот момент. У меня вообще, в принципе, это ощущение, что это все большие приходы. Это, Стёп, просто над колдовством, понимаешь? Fun stuff. Ха-ха. Ты же как он предан своему делу. А ты что стоишь, не бежишь? А что бежать? А он, видишь, с достоинством удалиться просто. Мне понравилось, как мы решили эту проблему. Ну и ладно. Как это, как девочка. Да-да-да. О! Нога! Угу. То есть это запчасти от великана? Да. Это вольтрон! Не, серьезно, там же отдельно стопы были отдельно. Так, органический вольтрон. Ну. Ну, вольтрон, который нормальный вольтрон, а не из тигров состоящих. А здесь вроде бы побывала Марш Симпсон. Потому что на статуе Давида трусы. Угу. А, это статуя Давида, да? Ну, условно. Ладно, хорошо, предположим. Это была отсылка к одной из серий Симпсонов просто. Да, у нас настолько избитый юмор, что мы делаем отсылки к Симпсонам. Ну, Симпсоны клевые. Да. Были, были, наверное, лет 10 назад. Это раздался голос из 98-го. Ну да, тогда они еще были клевые. Слушай, у тебя что-то какой-то балаган начинается в инвентаре. Все нормально. У них здесь своя атмосфера. Да. Игра начинает набирать обороты, если вы понимаете, о чем я. Пожалуйста, парни. Дикая нога. Ты как? Эти бешеные ноги у этот. Да, ты... Чувак из негрозивного цитал. Ты сейчас прозреваешь весь бэкстори главного злодея. Ну, в общем, да, был этот бал Ром или бал Рома. Разобрали его на части, чтобы больше не злодействовал. Угу. Но части тоже любили пошалить, как видишь. А, так это больше даже уже не Вольтрон, а Юникрон какой-то. Да. Космическое огромное зло, которое там голова еще отдельно летала потом. Только здесь в данном случае заправляет всем не голова, а почему-то именно левая рука. Ну, рука в принципе у мужика в таком, наверное, возрасте многих чем заправляет. Ну, левая, то есть парень левша подразумевается. Это дискриминация, что получается, правши тоже не могут стать властелинами мира. Ну, левая рука, это все гении были левшами. Многие. По-моему, ты преувеличиваешь. Ладно. Некоторые. Давай так скажем. Там все, диалог интересный закончился в диалоге. Да, они сказали, что будут держать ногу, как домашнюю зверушку. А мы пойдем дальше. Добыли барабашку. Она нам поможет. Ну, барабан, в смысле. Ну, я вижу. Призрака. Барабашка, это книжка такая есть. Барабашка, ты здесь? Детская, детская русская книжка. Кстати, довольно-таки интересная. А в чем она? Про мальчика к одного, ну, российского или там советского школьника, я не помню. Вот, который, возвращаясь домой, как-то упал в снег, был при смерти, и к нему явился барабашка. Прекрасно. Который его отправил... Короче, я вижу мертвых людей и Брюс Вилли, да? Ну, да, где-то в эту сторону. Так, сейчас нам надо забраться на фуникулере местном. Но белка, которая крутит колесо, не хочет этого делать. Поэтому мы ее покормим. Работает, Варя. Да, типа того. Но, на самом деле, это возымеет прямо обратный эффект. Кстати, оцени перевод. Сейчас отдам ей орех. Смотри. Прохладно! Прямо как это? Прохладная история, бро. Но. Вот. Хороший перевод. Да у тебя же есть крутящийся камень. Да, именно так я его использую. Видишь, я уже шарю, как надо проходить квесты. Ну, ты понимаешь, что ждет тебя в следующий раз. Возможно, записать видео самому. У-у-у! Я откажусь от этой задачи. Ну, как же так? Задачи? Как же Final Fantasy? Народ же не узнает, как их проходить без тебя. Сейчас ты оценишь небольшой момент экшона на фуникулёре. Прямо как в фильме «Скалолаз» даже, наверное. Там ведь был экшон на фуникулёре? Наверное, в фуникулёре не было. Ну, там что-то на веревке какой-то точно был, да? На веревках был точно. Ну, предположим, что это Сталлоне, короче. Кто-то из них. Вот, например, Марко. Да, в общем... Но Сталлоне был ключ, а он не падал так. Ну, между собой был другой. Во всяком случае, мы заканчиваем данную часть летсплейника. Надеюсь, ты не успел еще устать и уснуть. Нет. Это был тамвай, да, всё-таки? Судя по субтитрам. Судя по субтитрам, да.